Алё, Дарк Ади Степанович, премию выплатили? Ой, спасибо большое, хорошие новости, да, ой, ой, плохо слышно, что-то шум какой-то мешает, сейчас я перезвоню. Слышу запах денег. Мистер Сербс, опять ты? Ну нет, в этот раз ты не вытянешь все мои денюжки. Уверен, а если я ещё один премтанк в продажу введу? Новый? А сколько тебе заплатили? Две тысячи. Тьфу, а я думал, можно тогда откопать старый прем и опять его продавать, вон, АМХ-1357, без него ты не выполнишь новый ЛБЗ-2.0. Ну ладно, сколько? 1199? Ну и на 800 рублей голды уже давай, сколько там всего? 1999 рублей, верно? Ну у тебя же останется ещё целый один рубль. Рублёчек, рублик. Нет, я не вынесу этого. Рубль, зачем ты так со мной? Отдай мне этот рубль! Хотите знать, откуда у меня столько премтанков и голды? Всё это я выиграл на сайте votkit.ru. Там каждый день раздают 5000 голды абсолютно бесплатно. А также можно за 149 рублей выиграть премиум танк 8 уровня. Ссылка на votkit, а также уникальный бонус-код от бомбилки для этого сайта в описании. Переходите и играйте. А теперь погнали к ролику. Привет, танкисты, и перед вами сейчас, наверное, первый честный гайд по АМХ-1357. Мы не продаёмся и расскажем вам настоящее, честное мнение. Кусок ли это сраного дерьма от ВГ, который они нам обычно подсовывают в виде премтанков? Или нормальная стоящая машина, которую стоит купить? Всё говно, все минусы, все плюсы, за что этому танку нужно кланяться и стелить ковровую дорожку? За что нужно его класть, обсирать и писать, что это говно? В общем, ребята, сейчас обсудим. На днях нам в премиум магазин Картофан завёз новую имбу, так сказать. Собственно, которая давным-давно, когда-то, когда у нас было ещё такое понятие, как киберкатлетный спорт от ВГ, когда всякие там киберкатлеты сражались, собственно, этот танчик ввели для такого большого события, как гранд-финал картошечный. Но потом, после гранд-финала, он из продажи исчез. И, собственно, исчез по какой причине? Мол, многие начали кричать. Ну, во-первых, конечно, гранд-финал закончился. Стоит отметить, что в те времена продавалась специальная версия AMX 1357 гранд-финальной. Сейчас у нас обычный AMX 1357, но он ничем, я так понял, вообще не отличается. Отличается только уникальным вот стилем гранд-финальным, так сказать, что там написано на нём это всё. И то, что вы выложили за него свои крупные ловешки именно в гранд-финале. Короче, что случилось у нас? ВГшники взяли и закинули его снова в премиум-магазин, чтобы собрать с вас себе немножечко на пропитание. С голода, видимо, помирают. Ну, как обычно, дали нам в продажу ещё один прем-танк. Что же пишет про этот прем-танчик нам в Вотэкспресс? А вот и он. Галдозависимый, но поможет в ЛБЗ. Давайте же разберёмся, как всегда, кто здесь прав, а кто виноват. Поможет ли он нам в ЛБЗ. Начнём с того, что самый дешёвый пакет AMX 1357 стоит чуть больше косаря рублей. 1165, ну или 487 гривен. Вот так вот. Ну, а самый дорогой обойдётся он почти в 3 штуки. Или 1200 гривен. В общем, охренеть, как дорого. Как обычно, ВГ за прем-танки всегда драло зверски. Так вот, что же это за машинка у нас? Это ЛТ на седьмом уровне. С очень маленькой, просто милипусечной альфой. Но, тем не менее, с очень хорошим барабаном. Это в своё время был первый барабанный премиум танк, насколько я помню. Именно поэтому он вызвал такой ажиотаж. На секундочку, урон у одного снаряда AMX 1357 не достигает даже сраной сотни единиц урона. Он 90 дамага всего наносит. Но, тем не менее, для многих личных боевых задач, действительно ориентированных на лёгкие танки, эта машина пригодится. Давайте, как всегда, разберём плюсы и минусы, лично по моему мнению. Это, конечно же, барабан. Это, конечно же, хорошая скорострельность и очень быстрая перезарядка между снарядами в барабане. На секундочку, одна секунда перезарядка между снарядами в барабане. Перезарядка всего барабана 16 секунд. То есть, он очень быстро стреляет. Вот посмотрите, как он прямо сейчас напинывает. Это раз. Да. Какой главный минус был у AMX 1357? Это, конечно же, то, что он лёгкий танк. И он насасывал по нельготному, так назовём его антильготному, соснулову уровню боёв. Где ты попадаешь даже в топ. А топ для ЛТ это тогда было, по-моему, с восьмыми уровнями. И тебя просто трах-трах-трах-трах-бабах делают. Трах-бабах. Ну, вы поняли. Я в юмористическом контексте это не мат. В общем, бабах делают по полной. А сейчас, после того, как эта ЛТшка стала попадать с седьмыми уровнями, с восьмыми, с девятыми, а с десятками уже вообще не играет. Она начала имбовать, мужики. Она начала имбовать. Вот эта перезарядка в барабане по одной секунде делает эту ЛТшку имбовым дамагером. Реально, многие игроки, которые купили этот танк, что сказали сначала? Мол, топовые вододелы разрекламировали на моем X1357. Сказали нагибат, нагибат. Вот, а в итоге купили, купили и СОСО к десяткам попадать на нас выезжает какой-нибудь бешеный японец. Один выстрел и мы в ангар уходить. Или, собственно, мы играем в топе. Выезжает КВ-2, которое вообще непонятно каким ветром в этот бой занесло. Дает нам бабах вертуху и мы тоже в ангар уходить. В общем, давайте же разберемся сейчас, что эта машинка из себя представляет. Ну, конечно, мы очень слабые. 890 хп у нас, мужики. Абсолютно нет брони. Даже не стоит разбираться, но зато у нас есть подвижность и мобильность. Эта машина легко перемещается между флангами. Что сказать об УВНах и комфортности стрельбы? Минус 6 вниз. Это все, что вам нужно знать. Это очень плохо. Играть от рельефа вам будет крайне некомфортно. Тем более, что у этой машины еще и заднее расположение башни. Для того, чтобы полноценно наказать какого-нибудь враженка, вам придется поднимать свои батоны и выкатываться на врага полным корпусом. А если враг еще и на фугасах, да еще и заметит вас и сведется, сразу такого говна отвесит. В общем, светляк он ой такой себе. Потому что, конечно, мобильный, конечно, хорошо занимает позиции быстро. Но как только мы засветимся, это ангар. Это сразу ангар. Просто моментально. У нас еще такой относительно высоковатый силуэт по сравнению с советскими низкими ЛТХами. Ну что, не очень высоковатый, средний. Но, тем не менее, фокусить у нас будут жестко. Конечно же, врываться, вот так вот крутить противников. У нас отличная мобильность, отличная динамика. И сейчас что из этого всего я хотел бы вынести? Какой вывод? Конечно же, скорость. Скорость этого танка потрясающая. АМХ-1357 летает. Немножечко будете ощущать дискомфорт при вращении башни. Потому что здесь вот чувствуется все-таки замедленность. Как, собственно, и вообще у всей ветки французских ЛТшек. Итак, давайте все-таки определимся по минусам и по плюсам этого танка. Из минусов начнем. Конечно же, очень сильная уязвимость. Слабоватые УВН. Барабан, который в случае, как вы полностью отстрелялись, вы становитесь абсолютно беззащитными. Ну и на этом, собственно, все. Для нашего танка я больше минусов не нашел. Ну и четвертый, наверное, можно все-таки добавить не очень хорошую скорость поворота башни. Бывает лучше у танков, но хотя такой средненькую. Дальше. Из минусов еще можно, наверное, закинуть обзор. Он у нас 390 метров, насколько я знаю. Это прям, ну, не суперкомфортно. Бывает у танков и получше. Иногда придется нам все-таки довешивать что-то на эту машину, чтобы светить. Дальше. Из плюсов этой машины. Скорость. Бешеная перезарядка снаряда в барабане. Просто отменная. Наверное, стоит добавить сюда еще маскировку. Я ее не упоминал, но все-таки добавлю. В плюсы маскировка у пацана хорошая. Скорострельность, маскировка, динамика, скорость поворота. Нет, скорость поворота у нас, по-моему, не очень. Скорее динамика, просто скорость движения. Да нет, скорость поворота тоже нормальная, в принципе. Но в целом, что можно сказать. Такой слабенький легкий танк. Если вы врываетесь на противника, вам нужно обязательно убедиться, что эта зараза отстрелялась куда-то. И тогда вы уже можете спокойно на врага своего вываливаться, крутить его, мучать его, пытать его. В общем, по полной. Итак, ввели эту машину в продажу. И последний вопрос, который хотелось бы разобрать. Зачем он вам нужен и стоит ли его покупать? Понадобится ли он для выполнения ЛБЗ? Ну, скажем так, если у вас нету американских бульдогов, и если вы не хотите их качать, мне кажется, вот это лично мое мнение, бульдог лучше. Бульдог на седьмом уровне, на восьмом уровне бульдог. До этого тоже, в принципе, вся веточка американских ЛТ мне нравится больше, чем даже француз и даже премиумный. Но если вы собираетесь и выполнять ЛБЗ, и при этом еще и хотите подфармить, то вам понадобится АМХ-1357. Стоит упомянуть советские ЛТшки. Нужно ли покупать АМХ-1357, если у вас есть советские ЛТшки? Ну и здесь уже полка о двух концах. Если вам нравится стиль игры на барабане, то есть отстрелялся, ушел на КДшку и забылся вообще, то, в принципе, тоже можете купить. А если вы до этого пробовали барабанные танки и вам не очень нравится сам стиль игры, то не покупайте. Опять же, вот так вот. Если вам нравится, например, вот вы пробовали американского бульдога, и вы хотите что-то похожее, но в премиум варианте, то он для вас подойдет. Но если вы не собираетесь фармить на Семерках, не собираетесь на нем фармить, у вас нет цели его купить как фарм-машину, то не надо его покупать при наличии американского бульдога на восьмом уровне, ну или какого-либо из американских ЛТшек. Они, на мое мнение, лучше, чем АМХ-1357. Итак, выводы. Достаточно фановая машина, мобильная, с плохими УВНами, очень слабая, от одной вертухи КВ-2 сразу отправится в ангар. Поможет вам выполнять, конечно же, ЛБЗ на ЛТ, потому что очень скорострельная. Собственно, многие задачи личные боевые поддаются этому фактору. Вот так вот. Покупать, не покупать, я бы купил все-таки. Но только в том случае, если у вас нет бульдога и если у вас есть бульдог, но вы хотите что-то похожее, но еще и фармищее. Вот так вот. И вообще, если вам нравится вообще в целом концепция средних танков Франции, если вам нравится 1390, 1375, вся ветка французов, то вам эта машина очень подойдет. Сейчас, конечно, АМХ-1357 имба. Действительно имба. И к покупке я все-таки ее не постесняюсь посоветовать. Уверяю вас, ВГ мне ничего не платит. Только гадости делают. Но, тем не менее, эту машину к покупке я бы посоветовал. Потому что ее ввели, во-первых, на короткий срок, это раз. И, во-вторых, собственно, ну, имба все-таки. После ребаланса ЛТ, после того, как у нее уровень боев упал, она стала чувствовать себя на порядок лучше. Но, конечно, если вы предпочитаете агрессивную игру, к тому же, и будете каждый бой врываться прямо в гущу событий, прямо в толпу врагов, то тоже не стоит покупать. Итак, вопрос, который стоит в названии. Это лютое говно от ВГ, развод на деньги или все же строящая машина? Подведем итоги. И еще, к финалочке, я забыл, вот прямо сейчас победитель нашего ежедневного розыгрыша. Он уже был в утреннем видосе. И условия розыгрыша премиум танков в этом ролике. Может, кстати, выиграете АМХ-1357. Вам нужно подписаться на канал, поставить лайк, нажать на колокольчик, а также ставить позитивный комментарий с вашим игровым ником. Вот обязательно поставьте лайк, кому, во-первых, помог этот гайд. И кто хочет, кто согласен как-то с моим мнением, кому помог этот совет, и кто, собственно, хочет выиграть голдишки, тоже ставьте лайк. Вот такой вот он АМХ-1357. Отвечу на вопрос, это не говно, это имба, но имба для игроков, которые любят играть на слабобронированных, барабанных легких танках. Вот так вот. С вами был ваш Бомбилка. Спасибо за то, что вы слушали меня, а дальше думайте сами. Увидимся. Пока-пока, мужики.